Привет, друзья! В сегодняшнем ролике я снова коснусь матча Карлсона-Каруана, матча на первенство мира, который стартует уже менее чем через неделю, уже каких-то там 3 дня осталось до матча. И объясню, почему я считаю, что шансы Карлсона выше, чем шансы Каруана. То есть, если в предыдущем ролике про этот матч я объяснил, что шансы Каруаны в моих глазах возросли до практически 40%, в этом ролике я объясню, во-первых, почему все-таки шансы Магнуса выше, во-вторых, именно на мой взгляд, почему изначально я считал, что у Каруаны шансов выиграть матч вообще нет. Итак, рассмотрим партию, которую Магнус сыграл в Блиц. Но рассмотрим, с какой точки зрения. Итак, на доске у нас система Мороцы в социлянской защите. Один из наиболее популярных вариантов. Ну, правда, в этой позиции ход Ферзь Д3 еще есть у белых, и он мне нравится больше. Ну, Ферзь Д2, слон С6 приводит к известной Табии. Значит, белые здесь пока что избегают размена слонов и пытаются провести А3, Б4. Черные хотят сыграть, выводят Ферзя на Б6 с идеей поставить Ферзя на Б4 и создать белым либо слабость на Б3, либо полностью разбить пешечную структуру Ферзевого фланга. Это все известно. Следующий ход белых понятен. Он направлен против Ферзь Б4, в ответ на что последует Ферзь Б2, с неизбежным уже А3, Б4. Так как, если черные проводят А4, то теряют Ферзя. У черных есть, опять же повторюсь, известный план. Ладья ФС8. Черные хотят вернуть Ферзя на Ф8, сыграть Х5, король Х7 и все-таки добиться размена чернопольных слонов. Ощущается нехватка пространства. Кстати, да, чуть не забыл. После ладья А, Б1, есть еще ход Ф5, с которым должны считаться белые, и Е6. Это я к тому, что Ферзь Б6 один из основных продолжений, одно из основных продолжений, но наряду с ним есть и другие. Вернемся, значит, к партии. Основным ходом в этой позиции считается ладья С2, и считается неспроста. У белых есть ясный план. Значит, теперь снова нельзя играть Ферзь Б4 из-за Ферзь С1 и угрожает А3. Уже просто смертельная. В случае Ферзь Д8, белый король на Ж1 расположен ничуть не хуже, чем король Х1. Тем не менее, ход король Х1 вполне объясним. Магнус решил... Так играли, кстати, и другие гроссмейстеры. Магнус решил, что противостояние Ферзя Б6 и короля может дать какие-то тактические шансы. Но после Х5, естественно, вернулся к плану с ладья С2. Снова нет хода Ферзь Б4. Из-за того, что черные теряют как минимум фигуру, приходится играть Ферзь Д8. Но это, как я уже объяснял, все плановое. А3. Белые хотят пойти Б4. И вот в этой позиции самым логичным продолжением, пожалуй, является ход Б4. Так играл гроссмейстер Навара позднее. АБ, АБ. Конь ушел на Е2. Отправляется при случае... Ну, пока что на Д5. Если же слон Д7 вернется на С6, то конь может отправиться на Ж5. Ну, или как вот в партии было Е6, прогнали. Теперь пешка Д6 подвисает. Теперь конь отправился на Ж5. Ладья встала на Б3, не выпуская коня с поля А4. У белых очевидный перевес. В других партиях встречался ход конь Д5. После слон бьет Д5 ЕД. Черные испытывали различные продолжения. Но угроза Б4 с дальнейшим С5 и С6 обеспечивает белым лучший шанс. У меня нет сомнений, что Магнус Карлсон знал и о идее Б4, и о идее конь Д5. Тем не менее, он пошел здесь ферзь Е1. Ход, который не показывает движок. У хода я вообще идеи не понял, если честно. Я разбирался с этим ходом очень много. Но смысла его не понял. Тем более, что на ход конь Е6 Магнус тут же поставил ферзя на Ф2. Чем ферзь на Ф2 стоит лучше, чем на Е1, и тем более, чем на Ф2 он лучше, чем на Д2, разобраться крайне непросто. И я подозреваю, что, наверное, вообще невозможно. Ну, примерно одинаково. Тем не менее, вот такая неторопливая игра спровоцировала его противника, Рауфа Мамедова, очень талантливого шахматиста, отличного Блицора. Напоминаю, партия играла из Блиц. К активизации путем Ф5. После Е1 ферзь бьет Ф5. У белых появились отличные шансы. Их слон выходит на Д3. Угрожает выйти на Д3 с давлением на пешку Ж6. Но после кони Ф4, например, человеческий ход, наверное, самый здесь был бы Б4, как пошел Магнус. А вот компьютер настаивает, что на том, что ход коня А4, несмотря на порчу пешечной структуры, обещает белым какие-то немыслимые блага. То есть, в случае размена, видимо, ладья тут же заходит на Б5. И у черных возникают проблемы и с защитой пешки Б7, и с защитой пешки А5. И вообще с активизацией. Также вполне человеческим решением был бы ход слон Д4. Не торопясь с ходом Б4. Все-таки слон Ж7 теперь может стать потенциально очень опасной фигурой. Магнус сыграл Б4. И, в общем-то, позиция примерно так выровнялась. Более того, у черных была отличная идея здесь сыграть Б5. С очень красивыми вариантами. И, в целом, возникала борьба со взаимными шансами. Ну и даже после размена и ладья А1, здесь белым надо было найти ход ладья Д1, дающий минимальный перевес. А после ладья СД2 компьютер считает, что у черных не просто полный порядок, у них близкая к выигранной позиции. Вот. Не близкая к выигранной, а где-то плюс в их пользу где-то 0,7. Рауф здесь не разобрался. Одна из идей черных здесь заползти на первый ряд. То есть, в каких-то вариантах слон должен прыгнуть на А4. Возможно, после ладья СД1. Сейчас, к сожалению, варианты не сохранились. Хотя я нажимал сохранить. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что вот буквально несколько ходов еще сделали. И у белых снова стойкий перевес. И уже лишняя пешка. И ненужные фигуры уже разменены. Уже черным и атаковать нечем за эту пешку. То есть, я о чем хотел сказать. Почему я считаю, что шансы Карлсона выше, чем шансы Каруаны? Потому что, помимо известных продолжений, он умудряется найти в хорошо изученных позициях. То есть, у меня нет никаких сомнений, что он прекрасно знал, к чему здесь должны белые стремиться, что им нужно получить. И как для этого лучше всего играть. Ему удается находить новые пути. Ставить противников перед новыми проблемами. Вот. И компьютер эти идеи не показывает. Вообще, точно так же, многие давали в матче Ананд Карлсон. Предпочтение отдавали Ананду. И мне казалось, что все достаточно неясно и непонятно будет в этом матче. Тем не менее, матч закончился просто практически разгромом. Именно из этих соображений я и думал, что у Карлсона шансов крайне мало. Не больше, чем у Ананда тогда. Но сейчас, в частности, после внимательного изучения вот этой партии 2010 года, могу сказать... Вернее, после неоднократного изучения вот этой партии 2010 года, я мог сказать, что Карлсона, скорее всего, проиграет. Ну вот, в предыдущем ролике я объясняю, почему шансы Карлсона, на мой взгляд, взлетели аж примерно до 40%. При этом, нужно учесть, что рейтинг у них практически выровнялся. То есть, там какие-то миллиметры отделяют Фабиана от Магнуса. Очень большие оптимисты могут, на мой взгляд, и на Каруану стоять. Ну ладно, спасибо за внимание. С вами был Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и так далее. Про тренинг расскажу позже в следующем ролике.